здравствуйте мои дорогие рукодельницы рада вас приветствовать на своем канале меня зовут елена ирмина сегодня к вашему вниманию я хочу предложить замечательную модель жакета кто-то из вас может воспользоваться всеми материалами для вязания и связать красивый жакет либо кардиган крючком в этом видео мы с вами разберем принцип вязания жакета также я с вами поделюсь всеми схемами и разберем как вяжется узор и как начинать вязать данную модель жакет вяжется не очень сложно здесь использована два вида узоров первый узор основной он состоит из веерочков и выпуклых столбиков с одним накидом за счет такого узора жакет смотрится объемно узор интересный вяжется тоже довольно таки просто сейчас мы с вами разберем принцип вязания основного узора которым связан жакет тело жакета после мастер класса я вам расскажу и покажу как приступить к вязанию данной модели и специально для начинающих я расскажу как связать если вы не умеете читать схемы выполним расчеты сколько набрать рапорта в петель на примере одного размера и далее вы уже по своим меркам сделайте выполните расчеты под свои индивидуальные параметры замеры данном модели интересно тем что при вязании использована два вида узоров один из них выпуклый объемный v-образный вырез горловины и вточной рукав если вы не любите вязать вточной рукав то посмотрите мой способ как я вам предлагаю связать более быстро и просто досматриваем видео до конца сейчас узор я буду вязать из пряжи янарт торговая марка производителя название пряжи flowers это пряжа секционного окрашивания с красивыми переходами от одного цвета к другому заказывал я ее в интернет-магазины магазине май бобин либо бобин легко его найти в интернете ссылку на магазин я вам оставлю в описании под этим видео я заказала три упаковки пряжи разного разной расцветки вчера я для вас сняла обзор своего заказа показала свои работы что я связала и также поделилась своим честным отзывом ссылку на видео я оставлю в описании под этим видео и также всплывающие подсказки если вам интересно проходите смотрите и за одним посмотрите мои работы авторские которые я вязала из своей любимой пряжи flowers состав пряжи 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил 250 грамм один моток и в этом мотке одна тысяча метров цвет пряжи 268 крючок производитель рекомендуют для вязания выбрать номер три здесь зависит размер крючка от узора то есть подбираем крючок индивидуально в зависимости от узора выбранного и также ваши плотности вязания кто-то вяжет туго кто-то вяжет слабо перед тем как приступают вязание вещи всегда советую вязать образцы после этого делать проводить работу повтор и уже приступать к вязанию основного изделия в отношении этой пряжи могу сказать что здесь можно не делать в то так как после стирки даже в машине можно стирать а нам не деформируется то есть не растягиваться и не садится магазине бобин сейчас проходит акция на эту пряжу я ее заказала со скидкой скидка на одну упаковку где-то примерно 180 рублей разные расцветки даже не знал какие цвета выбрать очень трудными было выбрать потому что хотела заказать все но только а пока решила остановиться на трех упаковках такая вот красота у меня есть и мы будем сами на следующей неделе вязать новый проект так что если вы еще не подписаны на мой канал подпишитесь и включите колокольчик чтобы не пропустить выход нового мастер-класса со следующей недели скорее всего с понедельника приступаем к вязанию туники которая вам очень всем понравилось ссылку на видео где я делал обзор нового проекта замечательная кофта туника связанная крючком я оставлю также в описании под видео и вы всплывающей подсказки проходите смотрите если вы не видели видео и со следующей неделе стартуем нет пряжи в наличии у вас заказывайте время пока есть так для этого жакета который я сейчас вам предлагаю связать все схемы расположены в конце данного видео досмотрите видео до конца их можно распечатать сделать скриншот с экрана либо вязать с экрана любого устройства также на своем втором канале я подготовил для вас статью где вы можете также пройти по ссылке и увидите очень хорошего качества схемы тоже можно их распечатать либо вязать с экрана ссылку на статью я оставлю в описании под этим видео если вы еще не подписаны на мой канал яндекс дзен название канала вязания от елены ирминой то подпишитесь на втором канале я размещаю обычно все схемы и материалы для удобства вязания с удовольствием с вами ими делюсь так теперь будем разбирать с вами узор сразу же давайте разберем сначала на схеме потом уже в процессе вязания еще раз вам подробно буду рассказывать как вяжется из чего же состоит рапорт мы будем с вами вязать здесь получается три рапорта рапорты будем считать у нас будет видео таких вот для удобства счета веерочки за основу будем брать 1 верочек 23 для образца набираем цепочку из 29 воздушных петель длина цепочки ширина 1 рапорта 9 петель высота 8 рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 с 9 ряда получается повторение узора 9 вяжется как 1 10 как 2 11 как 3 и так далее мы с вами свяжем 9 рядов я вам покажу как перейти от 1 рапорта ко второму значит здесь вот у нас будет 9 ряд заканчивается рапорт восьмом ряду так 8 и 1 вот эти ряды мы все время повторяем с 1 по 8 включительно либо со 2 по 9 можно так то есть я вам будут показывать с 1 по 9 а вы можете повторять 2 со 2 по 9 либо с 1 с 1 по 8 ширина рапорта 9 петель начинается рапорт здесь на схеме обозначена вот с этой петли в основании которой вяжется веерок заканчивается рапорт петлей перед следующим веерочек здесь начало и оканчивается вот первая петля и девятая петля начало и окончание одного рапорта один рапорт 9 петель все мы с вами разобрали а считаем и рапорты вот так вот здесь у нас в основу рапорта будут входить вот эти вертикальные полосы состоящих состоящий из веерочков для наглядности я вот вам их обозначу это у нас рапорты все приступаем к вязанию начинающий берут крючок любые нитки которые у под рукой и вяжем сейчас образец узора опытные рукодельницы этот момент пропускают просто смотрят как выполнить расчеты и рассчитать количество петель девочки мой честный отзыв о пряжи и над flowers посмотрите пожалуйста я думаю что она вам также понравится как и меня я очень люблю вязать из этой пряжи просто не вязание а какое-то наслаждение вот серьезно настолько увлекает меня этот процесс сейчас я набираю цепочку из двадцати девяти воздушных петель плюс две-три петли я набираю дополнительно для удобства вязания приступаем к вязанию первого ряда цепочка из трех воздушных петель 1 2 3 пропускаю 4 петли 4 4 в основании 5 провязываю столбик с одним накидом 1 воздушная петля пропускаем 3 петли цепочки 1 2 3 в основании 4 вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 1 воздушная петля и в эту же петлю провязываем еще три столбика с одним накидом 4 5 и 6 1 воздушная петля пропускаю 3 петли цепочки 1 2 3 основание 4 провязываю 1 столбик с одним накидом следующую петлю провязываю второй столбик с одним накидом 1 воздушная петля раппорт у нас здесь начинается связание верочка мы связали с вами один рапорт начинается он с и ручка сейчас будем вязать второй раппорт пропуска 1 2 3 петли четвертую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом вот с этой петли у нас будет начинаться раппорт 1 воздушная петля и снова провязываем 3 столбика с одним накидом 4 5 и 6 надеюсь хорошо видно сейчас я хочу приблизить камеру 1 воздушная петля входит в раппорт пропускаю 1 2 3 петли в четвертую петлю провязываю 1 столбик с одним накидом следующую петлю провязываю второй столбик с одним накидом 1 воздушная петля все закончили вязать раппорт давайте еще раз на примере то есть на схеме мы с вами разобрались с узором теперь по факту разберемся раппорт у нас состоит из веерочка это один элемент 1 воздушная петля и два столбика с одним накидом после двух столбиков провязали одну воздушную петлю переходим к вязанию следующего раппорта следующий раппорт у нас провязывается в четвертую петлю 1 2 3 4 вяжем 3 раппорт смотрите 3 веерочек раз два три значит три раппорта провязываем первый второй третий столбик с одним накидом все столбики вяжутся с общим основанием 1 воздушная петля и в эту же четвертую петлю провязываю 4 5 и 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля пропускаю 1 2 3 петли в четвертую провязываю столбик с одним накидом и в следующую петлю заканчиваем за отряд выравниваем ряд провязываем второй столбик с одним накидом давайте рассмотрим узор поближе данный узор вяжется не только прямыми обратными рядами но также вы можно вязать по кругу ну так как вы вяжете мы вяжем жакет кардиган то этот узор вяжется прямыми обратными рядами так как мы сейчас будем вязать для начинающих вот на схеме 2 ряда вы видите что это выпуклые столбики так как мы будем вязать поворотными рядами то во всех четных рядах вместо выпуклых столбиков вяжутся вогнутые столбики с одним накидом а если вязать только по лицевой стороне то вяжутся выпуклые столбики с одним накидом у меня крючок для вязания номер 225 вяжем второй ряд 3 воздушные петли подъема разворачивания на другую сторону и поверх вот этого столбика с одним накидом и задней стороны мы будем вязать 1 вогнутый столбик как вяжется вогнутые столбики я крючок ввожу от себя на себя огибаю вот этот столбик возвращаю крючок назад и получается с другой стороны от меня по вот этот столбик с одним накидом предыдущего ряда он лежит сверху на крючке и вот поверх вот этого столбика мы вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная петля вершину веерочка поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю 3 столбика с одним накидом так это у нас начало сами раппорта во втором ряду 1 воздушная петля в эту же вершину веерочка провязываю еще раз 3 столбика с одним накидом 4 5 и 6 1 воздушная петля сейчас мы будем с вами вязать 2 вогнутых столбика опять же кладем столбик предыдущего ряда сверху на крючок и поверх столбика вяжем столбик с одним накидом подтягиваем его к верху еще раз крючок от себя на себя огибаю столбик столбик лежит на крючке и поверх вот этого столбика вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная петля все связали 1 раппорт узора приступаем к вязанию 2 раппорта раппорт начинается с и ручка провязываем 1 2 и 3 столбики с одним накидом поверх цепочки из 1 воздушной петли 1 воздушная петля и в это же место вяжем 4 5 и 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля повторяем провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом еще один то есть подтягиваем каждый раз 1 накид на крючок ввожу крючок от себя на себя огибаю столбик кладу его сверху поверх крючка и сверху вот этого столбика по ребру получается столбика провязываем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля вот после вот этой одной воздушной петли заканчивается 2 раппорт вяжем 3 раппорт начинается раппорт сверочка поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и опять же в это место вяжем еще раз 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 вогнутых столбика опять же кладу столбик поверх крючка и провязываем 1 столбик с одним накидом здесь мы будем так как у нас конец ряда вместо вогнутого столбика провяжем в третью петлю подъема 1 столбик с одним накидом теперь давайте рассмотрим узор смотрите как у красивый цвет у меня получаю получается в начале матка вот так смотрится изнаночная сторона узора и вот такая красивая у нас будет лицевая сторона узор будет такой объемный немного выпуклый третий ряд 3 воздушные петли подъема засчитываются у нас как за столбик с одним накидом далее мы будем с вами вязать выпуклые столбики каким образом они вяжутся ввожу крючок от себя огибаю столбик сзади и кладу его сверху на крючок провязываю поверх столбика 1 столбик с одним накидом связали один выпуклый столбик значит во всех у нас нечетных рядах будут вязаться выпуклые столбики вот в этих дорожках а во всех четных вогнутые столбики 1 воздушная петля между третьим и четвертым столбиками поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля в это же место поверх цепочки вяжем еще три столбика с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 выпуклых столбиком ввожу крючок под столбик кладу его сверху и прямо сверху от этого столбика провязываю 1 столбик с одним накидом вот при таком способе вязания у нас вяжутся выпуклые столбики с одним накидом следующий столбик тоже должен быть быть выпуклым ввожу крючок под столбик кладу его сверху поверх крючка и прямо поверх вот этого столбика провязываем один столбик с одним накидом связали 2 выпуклых столбика 1 воздушная петля связали 1 раппорт приступаем к вязанию 2 2 раппорт узора у нас начинается опять же связание верочка это у нас второй по счету второй веерок значит то начало 2 раппорта между третьими четвертым столбиками поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю три столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место вяжем 4 5 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 выпуклых столбика с одним накидом 1 и 2 выпуклых столбик 1 воздушная петля связали 2 раппорт приступаем к вязанию 3 раппорта начинается раппорт с веерочка провязываю поверх цепочки из одной воздушной петли 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля в это же место вяжем 4 5 и 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петля провязываю поверх вот этого столбика выпуклого один выпуклый столбик с одним накидом заканчиваем всегда ряд вяжем в третью петлю подъема 1 столбик с одним накидом посмотрите как красиво у нас вяжется узор четвертый ряд будет вязаться точно так же как мы вязали с вами второй ряд 4 повторение 2 и так как это у нас четный ряд то вместо выпуклых мы вяжем вогнутые столбики с одним накидом приступаем к вязанию 4 ряда 3 петли подъема засчитываются как за столбик с одним накидом вяжем один вогнутый столбик для этого мы кладем столбик поверх крючка но только с обратной стороны узора то есть с лицевой стороны хотя сейчас мы вяжем с вами по изнаночной стороне узор 1 воздушная петля между третьими четвертым столбиками вяжем поверх цепочки три столбика с одним накидом 1 воздушная петля в это же место вяжем еще три столбика с одним накидом 1 воздушная петля заканчивается раппорт вяжем 2 вогнутых столбика первый столбик вогнутые подтягиваем и 2 вогнутые столбик это когда у нас столбик лежит на крючке с задней стороны и мы вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная петля все связали раппорт приступаем к вязанию 2 вершину верочка вяжем веерок 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля в эту же вершину веерочка провязываем 4 5 и 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 вогнутых столбика с одним накидом 1 воздушная петля связали 2 раппорта вяжем 3 вершину вершину верочка 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место вяжем 4 5 и 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 1 вогнутый столбик и второй столбик у нас будет один столбик с одним накидом отсчитываю 1 2 3 петли в основании 3 петли вяжем столбик с одним накидом вяжем пятый ряд узора по лицевой стороне и теперь мы вот эти веерочки будем размещать в шахматном порядке все точно так же только шахматном порядке вяжем 3 воздушные петли подъема засчитываются как за столбик с одним накидом далее вот на между столбиками вот в это место вяжем три столбика с одним накидом 1 2 и 3 с учетом 3 петель подъема у нас связано 4 столбика с одним накидом 1 воздушная петля вершина верочка вяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля между выпуклыми столбиками вот здесь вот в это место прямо вот так вот ввожу крючок и вяжем веерочек а веерок у нас с вами состоит из 6 столбиков с одним накидом провязали первых 3 потом 1 воздушная петля и в это же место вяжем еще 3 4 5 и 6 1 воздушная петля вершину верочка вяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля между выпуклыми столбиками вяжем веерочек 3 столбика с одним накидом девочки если вы считаете что я быстро вижу пожалуйста в настройках плеера там где шестеренка уменьшите скорость воспроизведения видео 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом выберите скорость более комфортную и удобную для вас 1 воздушная петля здесь между третьими четвертым столбиками поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля между столбиками провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 все связали пятый ряд и вот с 5 по 8 ряд у нас будет вязаться узор точно так же но расположение элементов будет уже в шахматном порядке идем какой объемный получается интересный идеален для жакетов жилетов и кардиганов они будут очень красиво смотреться вяжем шестой ряд 3 воздушные петли 1 2 3 засчитываются как за столбик с одним накидом теперь между первыми вторыми столбиками вот в это место провязываю 3 столбика с одним накидом всего должно быть 4 столбика с одним накидом 1 воздушная петля теперь смотрим так у нас это по счету какой ряд получается четный а во всех четных рядах мы вяжем вогнутые столбики с одним накидом значит провязываем 1 вогнутый столбик второй вогнутый столбик подтягиваем столбики к верху для красоты узора 1 воздушная петля и вершину каждого веерочка мы в следующих рядах по 8 ряд будем всегда вязать так точно такой же веерок состоящий из 6 столбиков с одним накидом 3 столбика провязала 1 воздушная петля в это же место провязываю 4 5 и 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 вогнутых столбика с одним накидом 1 вогнутый столбик и 2 вогнутый столбик 1 воздушная петля и здесь также мы из вершины веерочка вяжем точно такой же веерок 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место провязываю еще 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля далее провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом 1 воздушная петля между получается третьими четвертым вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 все связали 6 рядов и проверим с вами что же у нас получается так выглядит изнаночная сторона узора значит у нас все четные ряды будут изнаночные а все нечетные лицевые вяжем по счету 7 ряд 3 воздушные петли подъема разворачивай за не на лицевую сторону то седьмой ряд у нас нечетный лицевая сторона между первым и вторым столбиками провязываю 3 столбика с одним накидом всего четыре получается 1 воздушная петля вяжем в нечетных рядах выпуклые столбики с одним накидом 1 выпуклый столбик и 2 выпуклый столбик 1 воздушная петля поверх веерочка провязываю 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место вяжем еще 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля поверх выпуклого столбика провязываю 1 выпуклый поверх 2 выпуклого вяжем 2 выпуклый столбик с одним накидом 1 воздушная петля это у нас по счету какой раппорт здесь у нас два полных и один по половинке значит далее вяжем веерок 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля в это же место провязываю еще три столбика с одним накидом 1 воздушная петля поверх столбиков провязываем по одному выпуклым столбиком с одним накидом 1 воздушная петля и здесь вот мы каждый раз заканчиваем ряд с 5 по 8 все время в конце ряда вяжем по 4 столбика с одним накидом все четыре столбика я связала осталось нами с нам с вами связать восьмой ряд восьмой ряд крайний ряд раппорта восьмой ряд вяжется также как 6 точно также 3 воздушные петли разворачивания на другую сторону между первым и вторым вяжем 3 столбика с одним накидом начало вязания здесь с 5 по 8 ряд тоже она одинаковая 1 воздушная петля это у нас с вами четный ряд в четных рядах мы вяжем выпуклые столбики с одним накидом 1 столбик выпуклый верни в об вогнутый и 2 вогнутый столбик с одним накидом 1 воздушная петля вершина верочка провязываем 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля в это же место вяжем еще три столбика с одним накидом 1 воздушная петля провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом 1 и 2 тоже вяжется как вогнутый а с лицевой стороны узора они смотрятся как выпуклые 1 воздушная петля вершину веерочка провязываем 1 2 и 3 столбики с одним накидом 1 воздушная петля в это же место провязываем еще раз три столбика с одним накидом 1 воздушная петля вяжем 2 вогнутых столбиком 1 и 2 тоже вяжется как вогнутый 1 воздушная петля и заканчиваем ряд все время начиная с 5 по 8 одинаковым провязываем между третьим столбиком и тремя петлями подъема 4 столбика с одним накидом мы довязали с вами раппорт узора раппорт узора высоту составляет 8 рудок рядов состоит значит смотрите изнаночная сторона давайте рассмотрим поближе и сразу видно что это изнаночная здесь легко определить и лицевая сторона посмотрите какой красивый узор конечно расход пряжи здесь большой потому что здесь и идут столбики и вот эти веерочки состоят из 6 столбиков с одним накидом но посмотрите как он красиво смотрится пряжа для вязания подойдет здесь любая я думаю состав здесь не особо имеет значение но в любом случае для того чтобы выбрать пряжу и смотрелся красивый узор всегда я рекомендую вязать образцы мы эти образцы вяжем не для того чтобы посчитать еще количество петель или рапортов для того чтобы у нас узор смотрелся красиво и из каждой из каждого вида пряжи разные по составу метражу узор будет связан вот таким способом и они будут смотреться совершенно иначе как-то по-другому в общем пряжа нужно подбирать под узор и узор под пряжу значит смотрите здесь у меня состав хлопок с полиакрилом пряжа мягкая данный вариант узора подойдет для многих вещей для жакета кардигана жилета можно связать шарф снуд жакет пальто и вот эта модель жакета которую вам сегодня предлагаю она может быть и как летний вариант если вы будете вязать из хлопка либо другой пряжи летней серии и как демисезонный потому что узор позволяет нам вязать вещи для оси предназначены для осенне-зимнего периода он не такой ажурный и смотрится симпатично значит узор мы с вами рассмотрели со всех сторон теперь давайте я вам как обещала свяжу вместе с вами девятый ряд девятый ряд это точное повторение идет первого ряда и из 9 ряда начинается у нас второй раппорт высоту мы с вами вяжем начало 2 раппорт а 9 ряд по счету 3 воздушные петли подъема между первым и вторым столбиками с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом 1 воздушная петля далее мы будем вязать узор в шахматном порядке значит между столбиками выпуклыми провязываю 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место вяжем еще три столбика с одним накидом 1 воздушная петля находим вершину верующих повер цепочки из одной воздушной петли вяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля между выпуклыми столбиками провязываем веерок для начала вяжем 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место 3 4 4 5 6 столбики с одним накидом 1 воздушная петля вершину веерочка провязываю 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля между столбиками провязываю веерочек начинается веерок с 3 столбиков с одним накидом 1 воздушная петля и в это же место провязываю еще три столбика с одним накидом 4 5 и 6 1 воздушная петля заканчиваем вязать ряд после 3 столбика между третьим и четвертым вяжем 2 столбика с одним накидом а для того чтобы вот вы примете ряд вот по высоте и чтобы край был ровный вот я вот этот крайний столбик провязываю в основании 3 петли подъема так будет узор лучше смотреться и край будет ровный все связали с вами первый ряд 2 раппорта дальше вы можете перемотать видео на начало вязание первого ряда и вяжите повторяя за мной с первого по восьмой ряд либо перематывайте видео на начало вязание 2 ряда и вяжите все время повторяя за мной со 2 по 9 ряд включительно принцип вязание узора мы с вами досконально разобрали я думаю что любая из вас справится с вязанием образца сейчас мы рассмотрим вариант как связать начинающие вязальщицы которые не умеют вязать плечевые вещи только учиться данную модель жакета значит опытные рукодельницы берут схемы схемы в конце видео и также на моем в так втором канале на яндекс цен название канала вязание от елены ирминой ссылка на статью указана в описании под этим видео проходите смотрите и забирайте схемы начинаем вязать жакет с узора номер один это главный основной узор снизу вверх значит можно связать тремя деталями это две полочки левая и правая и спина а можно связать единым полотном когда вы вяжете левую правую полочку и деталь спины вместе у вас получается начало вязания вот в этой точке вяжите все три части и возвращаетесь вот здесь останавливается далее вяжите поворотными рядами опять же все три части у вас при таком способе вязания прямыми обратными рядами так как также как мы вязали образец получается вяжется единое полотно без швов если вы любите все таки чтобы у вас смотрелось как фабричное изделие то можете вязать отдельными деталями и вот в этом месте выполнить сборку как соединить детали по вашей просьбе многочисленной просьбе я сняла уже два видео в первом видео я показываю как при помощи иглы и крючка 4 способа соединения и буквально недавно сняла еще один способ это мой любимый самый любимый способ которым я часто пользуюсь значит смотрите сборка деталей мастер-классы я оставлю вам два видео все полезные ссылки которые вам нужны вспомогательные которые упростят вашу работу всегда смотрите в описании под видео под каждым видео есть очень много информации вот в этот раздел на моем канале всегда заходите я не знаю как другие блогеры там что и размещают я не смотрю других блогеров только фильмы сериалы значит заглядывайте в описание после того как вы довязали до уровня пройм здесь при вязании единое полотно делите на части и вяжите до плеча до линии плеча вот этот отрезок высота проймы она у всех разная в зависит от размера 18 и даже 24 сантиметра я вам оставлю таблицу где примерно указаны высота проймы вы для своего размера можете взять значение из этой таблицы и выбрать оптимальная высоту когда довяжите до плечевых долине плеча здесь выполните наметку в этом месте также как я вам показывал в мастер-классе как соединить детали и будете уже по результатам примерки регулировать высоту длину вот этой линии вот такой параметр должен быть 24 это где-то пятьдесят шестой пятьдесят восьмой размер на размер сорок восемь пятьдесят я вижу значит тоже зависит от того какой ширины у меня рукав 21 до двадцати трех с половиной вот этот рукав вот это вот это число я вижу если у меня тип рукава кимоно это когда вот расширяется она плавненько значит для кимоно мой любимый рукав антак среднее значение до 20 19 21 сантиметр вот здесь высота этого отрезка ну по таблице сориентируйтесь самое главное конечно показатель это результаты примерки если конечно вы вяжете на себя не на заказ далее оформляем вырез горловины значит по схеме идет у нас по модели треугольный вырез v-образный вырез горловины очень многим вам нравится такой вырез если именно v-образный надо читайте схемы вяжите по схему если все-таки вы начинающие только учитесь тогда свяжите квадратный вырез горловины в результате обвязки вы можете скруглить вот и вот эти углы значит смотрите обвязка края обвязка края горловины плейлист есть у меня на канале посвящен обвязки края значит плейлист целый плейлист где я для вас с него по петельные мастер-классы уже очень много разных вариантов способов обвязки есть у меня довязали вы до линии формирования выреза горловины высота вот этого глубина выреза также может быть от 8 до 11 сантиметров 8 это средний 11 более такой открытый ширина вот этого отрезка общая ширина выреза горловины может быть от 18 до 24 сантиметров в 24 сантиметра это размер 56 58 российский я вяжу на размер 48 50 вырез горловины у меня будет оптимальное значение 20 я люблю 22 сантиметра все зависит от того какая модель если летняя вижу 22 если демисезонный вариант то 20 21 тоже определяемся с нашими предпочтениями и желаниями с вырезом мы разобрались вяжите защита из двух мотков лучше вязать одновременно чтобы одинаково было на нужную высоту высота отрезка 81 8 11 сантиметров туда-сюда вот как мы с вами вязали образец туда-обратно вот так вот вяжите да и зале значит линию плеч поле по плечам соединили полотно по бокам вы соединили и вяжите рукав значит смотрите рукав как может связать рукав значит можно его связать трубой это начинающим можно его связать с расширением сделать прибавки и также смотрите у нас направление узора давайте посмотрим узор у нас смотрит вот эти верочки вверх если вы будете присоединять рабочую нить в районе проймы то у вас получается узор будет смотреть вниз если для вас это не принципиально направление узоров то есть вот у нас когда тело вяжите направление вязание будет вверх а если вы вяжете рукав сразу же вот здесь вот по кругу да можно вязать по кругу вот все время вас направление вязание рукава будет вниз узор и это будет отличаться конечно не все вот это увидят но опытные вязальщицы к и сразу на это обратят внимание потому что мы все в деталях и рассматриваем при таком узоре я повязала рукав снизу от запястья и направлению вязание рукава было бы снизу вверх и потом я здесь также выполнила шов и присоединила его к пройме значит если не умеете делать прибавки не жить и трубой если умеете делать прибавки прибавляйте через значит в зависимости от того какой ширины вам нужен сделайте расчеты математическим путем и распределите вот эти по бокам дополнительные столбики и потом будете их объединять в раппорт и с принципом с принципом вязания мы разобрались рукав вяжите трубой пришиваете ширина должна рукава в конечной точке быть равна ширине значит вот здесь пройма получается что нас получается широкий рукав у основания здесь вот можно конечно связать резинку чтобы стянуть но лучше конечно расширять его и связать изначально с прибавками с обеих сторон прибавки вяжутся значит в каждом четвертом шестом ряду 4 6 значит когда вы с обеих сторон добавляете по одному столбику то есть вот вы в одну точку в одну петлю провязываете в каждом четвертом шестом ряду по одному дополнительному столбику и потом в результате этих прибавок у вас столбиков становится больше и их уже можно будет объединять в раппорт и а из чего состоит раппорт мы с вами все очень подробно рассмотрели этот расширяйте полотно четвертом шестом потом можно восьмом приду за счет прибавок ширина вот этого отрезка и равна то есть общая общая ширина 2 h 2 2 высоты проймы значит смотрите если у нас получается здесь 18 допустим до высота проймы то длина вот этого отрезка должна быть 18 умножаем на 2 будет 36 сантиметров вот это значение так теперь мы с вами делаем расчеты то что вы меня любите смотрите здесь было 3 раппорта конечно можно измерить какая ширина составляет 1 раппорт да вот по результатам измерения того раппорта примерно 3 сантиметра лучше конечно брать за основу ширину всего образца это здесь получается где-то девять с половиной сантиметров 95 миллиметров делим у нас здесь получается на 3 раппорта так вот 95 миллиметров набирали мы с вами 29 петель делаем расчеты каждый из вас делает по своим меркам значит нас интересует измерение с фигуры обхват груди значит обхват груди для 50 размера российский составляет примерно для удобства счета я возьму 100 сантиметров так как мы с вами вяжем жакет можно связать кардиган давайте остановимся на жакете по кардиганам другие расчеты делаются к обхвату груди прибавляем обязательно прибавляем 46 сантиметров на свободу прилегания и у нас общая ширина должна быть 104 106 сантиметров вот в этот показатель мы должны попасть при расчетах 104 106 так и напишем здесь 104 106 сантиметров по жакету по самому изделию образец у нас с вами 29 петель 1 раппорт 9 петель 3 раппорта 29 петель 95 миллиметров здесь примерно 30 миллиметров принципе все сошлось так как у нас 95 и 30 давайте будем считать как для одного рапорта возьмем 3 сантиметра 9 петель и определяем сколько же рапортов нам нужно набрать делаем расчеты 106 максимальное значение возьму сколько рапортов должно быть считаем рапорт и потом эти рапорты переведем в петли мы для этого 106 это обхват груди плюс прибавка 6 сантиметров на свободу прилегания делим на 3 получается значение 50 примерно 35 целых 33 сотых округляем до 35 рапортов теперь мы эти рапорты должны распределить значит так как у нас три детали распределяем следующим образом пока делим на 2 35 делим на 2 получается 17 с половиной мы в делаем оставляем значит спина на спину мы оставим сами 17 рапортов далее 35 минус 17 это у нас спина получаем значение 18 18 это перед 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 у нас состоит из двух полочек делим на 2 в итоге у нас получается 9 плюс 9 левая полочка 9 плюс так левая правая 9 и того вот это общая ширина переда 18 рапортов а здесь 17 17 плюс 18 35 все сходится значит у нас 9 9 и 17 мы с вами за счет того что у нас здесь получилось на на один рапорт больше расширяем детали передам на один рапорт это обязательно необходимо делать при вязании женских жакетов кардиганов для ребенка можно не делать вот эту прибавку обычно я на полочке добавляю дополнительно по одному 2 рапорта на свободу для того чтобы вот этим полочки вот здесь вот в районе груди они не расходились и в районе бедер тоже было смыкание получим друг с другом все сделали мы с вами расчеты а теперь вы вот это количество рапортов умножайте на количество петель знать что у нас в одном рапорте 9 петель 81 значит воздушная петля до цепочка набираете здесь умножаете на 9 петель получается 81 петля и 17 умножаете на 9 петель получаем общее количество 153 воздушные петли если будете вязать единым полотном то вот эти все петли складывайте 153 плюс два раза по 81 так как две полочки левое правое и общее значение у нас будет 315 воздушных петель вы набираете цепочку 315 воздушных петель ну плюс наберите еще 2 3 петли дополнительно для удобства вязания это для размера это у нас 50 российские при обхвате груди 100 сантиметров вот по аналогии вы делаете свои расчеты переводите значит все зависит от того какой у вас обхват груди выполняйте расчеты все очень просто и вяжите значит еще крайний момент после того как вы связали всю работу выполнили плечевые швы что дальше мы делаем прежде чем делать обвязку горловины есть конечно схема в конце видео как обвязать там идет обвязка состоящая из столбиков без накида с пико это также есть такая обвязка на канале здесь еще идет дополнительный элемент узор я его назову узор номер два схемы есть он состоит из двух рядов сейчас я посмотрю схему до схема раппорт узора два ряда здесь смотрите вы выравниваете край по всей длине жакета вяжите в каждую петлю по одному столбику с одним накидом выравнивайте край у вас направление вязания будет вниз здесь присоединяйте рабочую нить от допустим левой полочки вяжите вот так вот поворотными рядами по всей длине жакета узором номер два это у вас получается знаете как бы резинка это не назовешь так как она не эластичная и не 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 похожи на резинку ну просто такой элемент назовем его каймой кайма из двух рядов вяжется просто схема есть посмотрите там состоит из столбиков с одним накидом узор пико очень я думаю не стоит разбирать как вяжется этот узор в принципе по по схемам несложно разобраться я думаю если не получится тогда вяжите просто без этой каймы узором номер один значит вот здесь узор номер один смотрите мастер-классными сейчас вами вырезали а вот эта часть узором номер два связано смотрите схемы в конце видео все есть либо на яндекс джене на моем канале сегодня я вам по максимуму выдала информацию очень подробно вы устали смотреть мое видео я с вами не прощаюсь жду вас завтра на своем канале спасибо что вяжете вместе со мной подписывайтесь и до новых встреч счастья мира добра вам самого главного здоровья и творческого вдохновения всем пока пока что не забывайте пока пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...